Мы знаем, что такое мастер-шени, Тора говорит так Первый, второй, третий и шестой год отделяешь для себя Много у тебя с лишним второй десятины? Яблок, груш, не знаю с чего там Что надо делать? Говорит Тора так Перенеси святость этой второй десятины на деньги и деньги возьми в свои руки Иди в то место, в котором Всевышний мир Что это за место? Говорит Раши, это Юрушалайм То есть человек берет вторую десятины фрукты или деньги, на которые он святость этой второй десятины перенес И приносит их в Иерусалим Там, что он делает с этими деньгами, Рахамим Покупает только еду Еду, питье, мясо, вино и так далее Теперь интересно, мы сказали, что Аллахаха как раби мир Что вторая десятина, она чья? Она Всевышнего Только он разрешил нам ее пользоваться Бикурим, первые плоды мы приносим Коэну Это имущество Коэна, а первая десятина, в принципе, никакой святости не имеет Как бы там ни было, брата говорит так Человек поменял вторую десятину на деньги Сейчас у него деньги вместо второй десятины Имеет ли он право купить на эти деньги животное вне Иерусалима? Говорит брата, не имеет права Где имеет право купить? В Иерусалиме Должен прийти в Иерусалиме за деньгами Там купить себе стейки, вино и все остальное Но за пределами Иерусалима на эти деньги не имеет права покупать животное Он же стейл должен купить или животное животное? Не важно что, он покупает себе что поесть Может купить животное там зарезать и поесть Скорее всего, так я думаю Но как бы там ни было, покупай виду За пределами Иерусалима не имеет права покупать барашка на эти деньги Это деньги второй десятины. В имраках, а если все-таки он купил, без шоков, если он сделал это неумышленно, не знал, что это деньги второй десятины, скажем, у него, тогда сделка отменяется. Он купил барашка, барашка возвращает продавцу, а деньги возвращаются ему. Вторая десятина только должна быть использована в Иерусалиме. Как объясняют раши? Это была ошибочная сделка. Потому что это ошибочная сделка. Почему? Потому что если бы он знал, что он использует деньги второго моносера, он бы этого барашка не купил. Почему? Потому что ему нужно этого барашка теперь ввести в Иерусалим, а ему лишняя головная боль и такие трудности ему не нужны. Почему нельзя покупать? Одно из объяснений, даже если он победит этого барашка туда или этого быка, в дороге эта барашка, скорее всего, станет слабее и так далее. Или, как тот суд говорит, возможно, он отнесет его сразу, оставит от него радиоцессию барашку, говорит, ой, еще пусть радиоцессия и так далее. И тогда у него будет стадо, это второго моносера. Поэтому не имеет права покупать. Купил, сделка отменяется. Деньги возвращаются хозяину денег, а барашек барашка. А что если он это сделал умышленно? Он знал, что это деньги второго моносера. И он специально купил этого барана. Та накама говорит, пусть возьмёт этого барашка и придёт в Иерусалим, и там он его съест. Почему? Потому что сделка действительная. Он хотел купить на эти деньги, он знал, а сделал это умышленно. Теперь. Почему? Как мы сказали, когда это умышленно, нет там мекахтау, там нету ошибки. Он знал, что он делает. Так что это накама. Рабиуда говорит баме дворим амурим, он разделяет. Когда он это делал, сделка действительная, и он должен принести этого барашка в Иерусалим, когда он изначально купил этого барашка для того, чтобы прийти с Иерусалим и принести его в Корбан Шеламим. Вторая десятина приносит от него Корбан Шеламим. Тогда, да, эта сделка работает. И это животное сейчас получает статус маосерщени второй десятины. Но, говорит Рабиуда, Но если он сейчас, как в Америке, то, что называется, или в России, отмыванием денег занимается. Это деньги второй десятины, которые он должен принести в Иерусалим. Он что хочет? Сейчас хочет святать с этих денег, поменять на этого барашка. Отмывает эти деньги. Говорит Иер Биуда, сделка недействительная. Отменяется деньги, он получает обратно. Тот, кто продал ему барашку, он получает на этого барашка своего обратно. И деньги остаются маосерщени. Остаются деньгами второй десятины. Как объясняет Гмара, почему? Здесь наказывается, кто продавец наказывается. Почему? Когда же мы посмотрим, почему наказываем его? Потому что деньги сейчас у кого? Кантинер-Ле-Мухер. Сейчас, пока деньги у него, он наказан. Теперь говорит Гмара, когда же мы посмотрим, что он тоже нарушает другой запрет. Перед слепым не став преград. Теперь Гмара, спрашиваю вопрос. Рабиуда из нашей Мишны, в нашей Мишне Рабиуда связано так. Рабиуда бемезит кидеш. Человек, который взял деньги из второй десятины и умышленно осветил этими деньгами женщину, Раби Мейер говорит, что эта женщина освящена. А почему он здесь говорит, что если он взял это умышленно, не для того, чтобы его принести в Юрсалиме, если это недействительно, и сделка отменяется? Давай, Рахамин. Два раза, видишь? Два. Дальше. Она говорит, что здесь что происходит. И кроме этого, здесь нет штрафа. Эту женщину мы не штрафуем. Или его мы не штрафуем. Кирушин. Действительно, и женщина считается замужем, несмотря на то, что он использовал массу решений. Объясняет Гмара, здесь женщина была ученая. Что? Ахаби иша хабвера де яда. Она или была женой мудреца, Рабина, Тармитхахама, неважно, или она училась, как надо. Дафюми. Она знает, что то, что он дал эти деньги, вторую десятину, бемезит мы сказали. Умышленно он это сделал, говорит, Рабиуда. Сделал умышленно. Она знала, знает, что эти деньги, вторую десятину, они имеют святость. Где она может их использовать? Только в Иерусалиме. На что имеет право использовать? Только на еду. Все она это знает, и она это сделает, и она согласна это сделать. Поэтому здесь штрафа нет, и сделка не отменяется. Она знает, как она говорит, она знает, что святость этих денег второй десятины из-за нее сейчас не потеряна. И она поднимается в Иерусалим, и там использует эти деньги. Она приносит эти деньги в Иерусалим, и там их использует. Которую он ей дал. Которую он ей дал для освящения, да? Она идет там. Она отвечает, да. Теперь. Но, когда человек продал, мухер бемат-аура, человек продал чистое животное, и за это взял деньги второй десятину. Тогда, что он сейчас делает? Это животное теперь нельзя есть. Бемат-аура. Как? Он может с собой забрать. Он может забрать, но мы его наказываем. Почему? Говорит мра к нас. Какой? Говорит Рашита. Тот, кто продал, он знает, что тот, кто купил этого барашка на деньги второй десятины, он не собирается этого барашка отнести в Иерусалим. Он хочет его покушать в своем городе. И несмотря на это, он ему это продал. И то, что он этого барашка ему продал, он нарушил запрет. Перед слепым не став преградой. И поэтому мы его наказываем. А что если человек купил на эти деньги второй десятину нечистое животное? Или купил землю? Или купил гроба? Теперь, здесь, вообще эти деньги, эти деньги, они не выходят на, не становятся нечистыми. То есть, в первом случае, когда он купил чистое животное, да, деньги потеряли статус святости. Животное получилось, скажем. Но в этом случае, животное, некошерное животное можно есть? Нет. И деньги, или он купил землю, и гроба, деньги святости, статус святости не потеряли. Они остаются деньгами второго маласера. И даже у него и покупатели они сейчас. И поэтому мы его тоже наказываем. большинство людей не знают, что когда он купил на эти деньги нечистые животные, землю или гроба, что эти деньги статус святости не потеряли. И он эти деньги не принесет в Иерусалим, потому что он думает, что они статус святости да, потеряли. У него детей денег уже нет, он купил, он потратил. Окей, где бы эти деньги не были сейчас, у кого бы эти деньги не были, они остаются в статусе второй десятины. А это земля? Земля? Земля как земля. А продавец-то не знает, что он будет знать? Знает, продавец знает, что это вторая десятина. И он ему так, как он продает ему специально, мы его наказываем. Типе, а как мы сказали, этот продавец, он не поднесет эти деньги в Иерусалим. Но, говорит, Марат, кого мы сейчас наказывали, наказывали продавца? К шепарах. А если этот продавец забрал деньги и убежал? Мы сказали, что сделка отменяется и так далее. А если невозможно отменять сделку? Йохаль Кеннегдан. Тот, кто, он дал ему тысячи долларов за этого барашка. Прокупатель. Он купил барашка, барашка сейчас у него. Не имел права. Что он делает? Он еще тысячи долларов отделяет своих и приезжает в Иерусалим и эти тысячи долларов тратит на еду. Он говорит, вот те деньги, которые у него остались, у продавца, который убежал, чтобы он с этими деньгами не согрешил, святость тех денег, которые у него, я перевожу на свои деньги. Сейчас наказывается кто? Наказывается покупатель, потому что нету продавца. Как мы сказали? Теперь. Дальше. То, что мы сказали, что у нас есть запрет перед слепым местом преграду. Продавец не должен был продавать. Он знал, что он не собирается идти в Иерусалим. Вопрос спрашивают, который на основании наших морей. Гой этот запрет относится или нет? Теперь у нас есть закон. Эвер Минахарь, часть живого животного не имеет права кушать ни еврей, ни Гой. И не имеет права человек давать это еврею. Но другие законы к Гой не относятся. Еврей потерял что-то, у другого еврея обязанность вернуться. Гой у меня нету обязанности вернуться. Еврей обсчитался, дал мне больше задачи, я обязан ему вернуться. Гой я не обязан. Да, если я верну, будет кид-лучшим и так далее. Но обязанности нету. Поэтому, Аллахану вас объясняет, что нет у меня митцвы перед слепым местом пребреграды убоя. То, что нельзя ему давать Эвер Минахарь, это митцва между человеком и Богом. А все равно между человеком и человеком эти митцвы относятся только между евреем и евреем. Как мы сказали, почему этот продавец наказывается? Как Мара говорит, кто вор? Мышка. Но, говорит Мара, мышка не вор, а вор дырка. Мышка это то, что своровало, складывает. Если бы не было дырки этой, как она называется? Норка. Норки, то мышка бы не вор. Но, говорит Мара, все-таки, если бы не было мышки, что бы эта норка делала? Она же ничего сама по себе не может делать. Поэтому, мы наказываем того, у кого сейчас деньги. Если это деньги у продавца, мы наказываем продавца. Продавец убежал, мы наказываем покупателя. Вопрос, который разбирают Раввадия, Раввадия, Равмоши и другие молодцы нашего поколения. Что делать человеку, который что-то хочется, а что-то нет. Рахамин. Как видел, здесь он убежал. Человек говорит, слушайте, у меня ресторан, я хочу продавать мясо. Мне все равно, хотите дайте мне кашют, хотите нет. Ну, я буду, если дадите мне кашют, я буду продавать мясо каширное, как и надо. То же самое мясо. То же самое. Нет, как вы скажете, но, я хочу в то же время, чтобы у меня было мороженое, молочное. Он говорит, или то или это. Он говорит, не хотите, не надо. Вопрос, что сделать? Или есть человек, например, у нас есть 9 дней между рошходыш ав и диятвая ав нельзя кушать мясо. Говорит, Аллахаш, то шахлет свои ножи убирает. Но есть человек, который грешит по аппетиту. То есть, если у него будет каширное мясо, он будет каширное мясо кушать, даже если она дороже, чем не каширное. Но если нету каширного мяса, он будет кушать не каширное мясо. Для них можно резать в эти 9 дней, чтобы эти, не знаю, негодяи, скажем, не нарушали запрет. Или нет? И тоже этот самый человек, который открывает ресторан. Мы ему говорим, окей, знаешь, пусть будет у тебя все каширное, а тот, кто знает, что молочное мясо не закушит, он и так, и так не будет кушать. Или же мы ему каширот не даем и говорим, или как надо, или как не надо. И тогда все будут ждать, если у тебя нету каширот, к тебе заходить нельзя. Тот, кто будет остерегаться, будет остерегаться. Дальше. Ну, что за акцию? Ответ? Не знаю. Ответ не дается. Я говорю, на нашем уроке только вопрос задаю. Мы понимаем, что есть такие проблемы. Поэтому человек должен быть нормальным человеком. Другой вопрос был, что сделали хер. Очень часто гои воровали золото из своих храмов и из своих, не важно откуда, там, где поклонялись идолам. Потом кому продавали? Продавали евреям. Потом, что получалось, все-таки потом выходили, ловили этого вора. Он рассказывал, говорил, что это давал и продал евреям. Потом был Берчорфи-Бурасшем и так далее. Целые общины сделали хер. Что человек не имеет права у них ничего покупать. Евреи не имеют права покупать, чтобы не было проблем. Как бы дешево это ни было. Однажды гои украл это золото. Пришел, продал бедному еврею, которого звали Рувен. Этот Рувен продал богатому еврею, которого звали Шимон. Этого гоя поймали. Он говорит, я продал еврею, но не помню, какому. Теперь полицейские, они так и так недолюбливают евреев. Они назначили огромный штраф на всю общину. Все община знала, что они пришли к этому Шимону и говорят, слушай, ты богатый человек, ты это купил, ты заплати. Я купил у еврея, при чем тут я? Идите к Рувену, пусть Рувен заплатит. Но, они говорят, Рувен бы не купил, если бы ты не купил. Рувен купил, это знай, что ты у него купишь. Опять здесь получается, кто виден, мышка или норка? Норка. И скорее всего, то этот Шимон должен будет заплатить. Как бы там ни было, следующая Мишна говорит нам так. Она перечисляет вещи, которые человек не имеет права не только кушать, но не имеет права даже получать какую-то выгоду, какую-то пользу. Бенефит, как бы назвать по-английски. И говорит Мишна так. Амкадеш беорлад. Человек взял орлад. То есть, так говорят, фрукты, первые трех лет фрукты есть нельзя. Он взял килограмм яблок и сказал девушке, это тебе вместо кольца, ты этим не освещаешься. Или, бекле акерем. Как мы сказали, мы только что закончили с вами трактат Киранец. Видите, здесь красивый виноградник, хотел себе осветить. Бешора не скаль. Есть хорошо, не видно, но бык заводал человека. Закон этого быка, что его забрасывают камнями. Или, убегала руфа. Нашли мертвеца, неизвестно, кто его убил. Что делали? Брали корову, пробивали ей шею. Старцы, которые находились близко к этому трупу и говорили, что мы наши, мы не виноваты. Дальше. Убийцы поры мацора. Человек, который прокаженный, он выгонялся за горку. Мы посмотрим. Потом была процедура очищения, там использовали двух птичек. Птички, он хочет использовать. Ципорем все. Убеса, 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 убесаарназир. Или, был назир, который пил на себя Назирус, а потом его, в конце он волосы свои сбрил. Он хочет сейчас использовать эти волосы, говорит, слушай, сделай себе хороший парик. Что делали с его волосами? Брали воду из казана, и потом кунали эти волосы, им его мочили, и бросали под огонь жертвой, которой была жертва этого Назира. У Петер Хамор, человек, который родился первый осел, что должен сделать этого осла, должен поменять на барашка. Барашка дается коину, как здесь вы видите, делают, выкупают педница, или, если нет, тогда он должен эту мосту проломить шею. Дальше, или простые животные, которые были зарезаны в бетами даши, то есть не освященные животные, все это называется, все это, когда он ей дал любую вещь, она не стала ему освященной. Почему? Потому что все эти вещи запрещены для использования. Это из урона А. Человек не имеет права их использовать. Поэтому они никакой ценности не имеют. Он ей дал ничего. Никакой пользы она от этих вещей получить не может. Но, говорит Мишна, если он эти вещи продал, а потом деньги использовал для того, чтобы ее себе осветить, она, да, становится освященной. Как объясняет Даши, почему? Запрет не использовать эти вещи не переходит на деньги, за которые эти вещи продали. Но дальше мы посмотрим, Иерусалимский Талмуд говорит, что это ворованные деньги. Как он мог продать что-то, что ничего не стоит, в принципе, потому что его никак нельзя использовать, и потом этими деньгами осветить деньги. Освящить девушку, как бы там ел, пока Мишна говорит, что если он осветил ее деньгами, за которые он эти вещи продал, да, не имел права продавать, не имел права использовать, она считается освященной. Вопрос, который мы говорим, что человек не имеет права получать наслаждение. Вопрос такой, человек на песках имеет право пойти на там, где выставка тортов, или где там приятно пахнет, бейкеры, не имеет права. Человек посадил дерево, три года не прошло, пришли к нему гости, он говорит, смотри, какие у меня деревья. Тоже она, он тоже получает наслаждение, может быть, не имеет права, это им показывать и гордиться. Давай, Архамин. Четыре? Четыре. Нельзя показывать дерево? Нет, это вопрос, который разбирается, может быть, можно, может быть, нельзя, может быть, то, что ты им показываешь и хочешь погордиться, может быть, сейчас она, мы сказали, первые три года, никакой выгоды от этих деревьев получать нельзя, от этих плодов. Как бы там ни было, теперь гмара на этом листе, на следующем листе приведет нам то, откуда мы знаем, что все эти вещи запрещены, не только есть, часть из них, но даже получать от них какую-то выгоду, получать от них она. Первым мы сказали, Орла. Орла это плоды первых трех лет после посадки деревьев. По сути говорит так, когда придете в землю, Израиль, и поставите всякое плодовое дерево, сделайте ее орла, три года фрукты орла, и они будут орлими, нельзя их кушать. Здесь получается объясняет гмара, для чего этот поступок нам так его говорит, и говорит так, то, что написано, Лу-Я-Хе-Эль, орла, асур-бахла. Нельзя эти фрукты кушать, первые три года фрукты посаженного дерева кушать нельзя. А зачем мне это орла-то? Это говорит нам, что нельзя не только их есть, но нельзя получать от них какую-то выгоду. То есть я не могу их продать, подарить, еще что-то с ними сделать. Дальше мы сказали, это когда виноградники посадили овощи или пшеницу. То, что там выросло, запрещено, посуда говорит. посуда у нас про 10, в котором написано в Торе, про вторую 10, венатата, акезе в 20, акезе в бейадха, венатата, ве алахта, это намоку. Да, мы этот посуд с вами проходили. Топ. Посуд, связанный с Клея Кер, написано в Торе, не засевай свое поле разными видами другими, чтобы не стало это кадош. Что это значит кадош? Не осветилось. Разве это осветилось, это стало запрещенным? Объясняет Гмаран, что это аббриатура слов. чтобы это не было сожжено. То есть, когда то, что выросло в винограднике, и это запрещенная смесь, что нужно было сделать с ними? Нужно их сжечь. Никакой пользы, выгода от них получать нельзя от смеси винограда. И виноградника. И третье мы сказали, шор анискаль, бык которого забросали. Что это бык? Бык, который, то рогает так, кигах шор, и тишо, и тиша. Если бык заводает мужчину или женщину, вамет, и умер этот человек, соколь и сокел шор, этого быка нужно забросать камнями. Вело и ахелет без второго. И его мясо нельзя есть. Убала шор на ки. А хозяин, быка чист. То есть, мы его не наказываем. Когда этого быка забросали, этот бык стал кошельный или невела? Невела. Нельзя ему кушать. Мы так и так знаем. Для чего тора пишет, и его мясо нельзя есть? Уже написано, что его забросали. Когда его забросали, он мне так и так стал запрещен. До. А? До. О, молодец. Рахаминка, говорит мара. Написано, вело и ахелет без саро, убала шор на ки. Что? Что же написано, вело и ахелет без саро, и его мясо нельзя есть? Когда Бейдин решил, что это быка нужно забросать камнями? До того, как его забросали, он взял его, зарезал. Зарезал кошельно, зарезал. Но все равно, его мясо кушать нельзя. Увала шор на ки. А что мы это учим? Что не только его плоть нельзя есть, но даже его шкуру нельзя использовать, потому что этот бык запрещен для наслаждения. Рабиа бау, в любом месте, где написано не ешьте, там тоже запрет не только есть, но и наслаждаться. Выходит по его мнению, уже из первого слова, вело и ахел, у нас есть запрет и для еды, и для его шкуры. А откуда он учит, что нельзя шкуру? Мы сказали, у баал, а шор на ки. А хозяин быка, он чист. От чего он чист? Не имеет права использовать. Как говорит гуманар, что от этого быка никакой пользы не получат. Человека пришли, ограбили ночью. Что утром его друг говорит? Ой, Рубен, ты знаешь, вчера как Шимона очистили. Он полностью остался, очистили. От чего он стал, ничего не осталось у него. Все забрали. И здесь, бык, который заболевал кого-то и убил, хозяин чистый, то есть никакой выгоды от этого быка он получит, не может. А собаку можно накормить? Нельзя собаку накормить. Нужно это жесть, закопать, уничтожить. Теперь, но, есть, которые говорят гуманар, что? Есть, там, и мудельцы, которые говорят, у бала, шорнаки, то, что написано в Толе, а хозяин, бика, он чист, учит другие Аллахов. Тогда, написано в Толе, что? Рахамим написано, Рахамим будет такие у нас детали. Эд бессаро, Эд атафел бессаро, что нельзя кушать его мясо. Что значит? Эд. Почему это слово Эд есть лишнее? Можно без Эд написать? Это конкретно. Эд говорит манар, объясняет гуманар так. Эд, тафел бессаро, это лишнее слово, учит нас, что, а сурбэгана, его шкура запрещена для наслаждения, для использования. Но, говорит манар, есть Тана, который говорит, что, у бала шорнаки, учит нас, и суранах, для шкуры. Почему? Эд лодори 6, которые говорят, но мы все эти буквы Эд не разбираем. Мы не говорим, что каждое слово Эд что-то добавляет. Как мы учили, и дальше будем учить, Кетанья, Шимон Ха-Амсони. Человек, который звали Шимон Ха-Амсони, или, по другому мнению, вэамри-ле-нехеме-Амсони, хая-дорешет, кола-этинчи в Торах. Он каждое слово Эд в Торе объяснял. У нас теперь новая глава. Бережит Бара-Илоким Эд, Ха-Шамайм, Вэд-Ра-Арес. Почему там Эд, Шамайм? Что это объясняет? Все слова, артиклиц, скажем, Эд, которые в Торе были, он объяснил. Когда он до этого слова дошел, до этого предложения, он сказал, все, что я говорил, неправильно. Одно объяснение, что он мог это объяснить, но он не захотел это объяснить. Не хотел кого-то добавлять. Кого можно бояться, кроме Бога? И что он сказал? Его спросили, а как предыдущий? Он говорит, смотрите, как я получил награду за все, что я объяснил, я получаю награду за то, что я сейчас отказался. То есть, насколько этот человек был честным, он всю жизнь свою посвятил этому объяснению. Но когда увидел, что это может быть неправильно, он сказал, все, что я сказал до этого, неправильно. Пока не пришел, артиклиц, а чебарбе, кива, велимет. Эд, ашемер, кеха, тиран, ле, работа, митей, хахамим. Кого добавляем, что это слово, это кого добавляет, что как ты Бога боишься, так у тебя должен быть страх перед мудельцами Торы. Как объясняет Раши, ши е мурарапах, кем мураршама, чтоб страх перед твоим Рабином был как страх перед небесами. И кто это сказал? Это сказал имена, именно Раби Акива, который до того, как он сказал Раби, был простой Акива. И что он сказал? Дайте мне мудельца, я укушу его как осел, который ломает кости. Но потом, когда он стал изучать Тора, он действительно понял, какая сила есть у мудельцов Торы. Интересно, что мы пропустили, что интересно, может сутро говорить, что быка, которые нужно было забросать, нужно, нельзя есть, когда? Может быть ты его порезал камнем, то есть раньше резали даже камнем, и когда залезал ты его камнем, это похоже, как будто ты его забросал камнями. Такого быка нельзя есть? Прщо�� написано, что нужно резать железом, и даже мишнагавы enfants говори, что можно резать любую вещь, и камнем, и железом, и стеклом, и даже растинкой. Главное, что она была завоз заточенная так как на поэтому любая вещь принципе который можно зарезать порезать она пригодна для того чтобы порезать животное продолжим на следующем месте баруха донай лау лам аминь